День с толком Смотрите в этом выпуске. Когда родился в рубашке, в биске, ледяная глыба чуть не убила грудного ребенка. Вот коляска, в которой лежал ребенок. Она находилась оттарь на балконе. Мэра, как и семью, не выбирают. В ближайшие годы Барнаул не увидит всенародные выборы. Дюдаисты и гимнастка, как в семье Нифонтовых, относятся к ревности и воспитанию детей. В биске на балкон жилого дома обрушилась огромная ледяная глыба весом в несколько десятков килограммов. Только по счастливой случайности не пострадал грудной ребенок, который на этом балконе спал в коляске. Подробности у наших коллег из Бийска. Вот коляска, в которой лежал ребенок. Она находилась оттарь на балконе. Коляску с трехмесячным ребенком родители занесли в дом. Не успели закрыть за собой дверь, как сразу раздался грохот и звон битого стекла. Ледяная глыба согнула козырек балкона третьего этажа и всей массой устремилась на второй. Согнула мачту антенны, сломала стойку и пробила стеклопакет. Сильный удар по стеклу. Стекло влетает вовнутрь балкона. И мы все повыскакивали, что случилось, и видим глыбу торчащую снега на первом этаже. Родственники девочки до сих пор находятся в шоке от мысли, что могло случиться. По их словам, домком неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой очистить крышу от снега и льда. Управляющие компании нам сообщили, что заявки выполнялись, причем накануне чрезвычайного происшествия. Однако с тыльной стороны дома, прямо над пивбаром, навесла зубчатая ледышка. И над другими балконами лед уже на честном слове держится. Убирать снег с надстроек – забота собственников, но жители уверены. Если бы снег с крыши был убран вовремя, такого бы не произошло. Если бы крыша была почищена, такого бы не было накопления снега. И с козырька постепенно снег бы скатывался и скатывался. Это было годами, этот козырек стоит и постепенно он с него скатывался. Но накопление снега произошло к такому обрушению льда. Уже сегодня в 14 часов возле дома появилась автовышка. На рабочие занялись уборкой снега и сбиванием сосулек. Что касается поврежденного балкона, управляющая компания готова выслушать претензии и даже компенсировать пострадавшим ущерб. Но при своем условии. Балкон, он стоит в фотке, у нас есть балкон, нормально стоит. Но просто, что вот он, вот если у них документы еще есть, что они выдвинули балкон на полметра вперед. Если балкон не был бы выдвинут, то ничего бы не было. Однако в данном случае речь идет не только о финансовой стороне нанесенного ущерба. По словам родственников ребенка, он пережил сильный стресс от грохота во время схода льдины. И если невролог подтвердит психологическую травму, пострадавшие будут подавать на управляющую компанию в суд. Марина Волкова, Андрей Сегаев. День с толком. Возвращать всенародные выборы мэра Барнаула не планируют. Об этом журналистам сообщила представитель губернатора и правительства краева КЗС Стелла Штань. По ее мнению, система назначения глав муниципалитетов с 2010 года зарекомендовала себя как наиболее эффективной в Барнауле и в соседних регионах. Формирование единой системы публичной власти, это же не только выборы, это в основном касается публичной власти уровня депутатского корпуса. Я бы, наверное, все-таки сегодня формат административного центра оставила вот то, как есть, потому что на сегодня, уважаемые коллеги, почти 14-19 полномочий государственных делегированы муниципалам. И мы понимаем, что такое орган местного самоуправления, крупнейший административный центр. Таким образом, уже 14 февраля городские депутаты в четвертый раз назначат главу Барнаула из числа девяти допущенных конкурсной комиссии претендентов. Голосование будет открыто. Напомним, что предложение о возвращении прямых выборов мэра Барнаула в Краевый парламент внесли справедливороссы в сентябре 2019 года. Тогда инициатива вызвала бурные дискуссии, идею поддержали КПРФ и ЛДПР. Однако представители «Единой России» не нашли весомых аргументов и проголосовали против. Не паниковать и не создавать помех просят жителей Барнаула. Причина – антитеррористические учения, которые проходят в городе. Они помогают понять, готовы ли силы и средства спецслужб к возможной угрозе терроризма. В учениях участвуют сотрудники ФСБ, МЧС, следкома, нацгвардии, полиции, службы исполнения наказания и другие силовики. В рамках учения на улице Фомина 130 в 48-й школе до 5 часов вечера будет отрабатываться развертывание пункта временного размещения граждан. Барнаульцев просят отнестись с пониманием к проведению учения и сохранять спокойствие. Биатлонист Олег Домичек впервые встретился с алтайскими журналистами после победы на третьих зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходили в Швейцарии и Франции. Напомню, мурашенец села Лесное Бийского района завоевал серебро в смешанной командной эстафете и золото в индивидуальной гонке на 12,5 километров. На этих соревнованиях, на этих стартах Домичек был единственным представителем Алтайского края в сборной страны. Вот Олег полтора года назад показывал довольно-таки посредственные результаты, можно сказать, и сильно-то не выделялся вообще ни перед кем. То есть приятно удивил. Ну, так извините, он последние полтора года, он просто, он решил, что он будет заниматься как бы биатлоном, но более серьезно, чем занимался. Для меня это был самый главный старт в нынешнем сезоне. Готовился я к нему, к нему начинал с лета. Кто был самым серьезным соперником у тебя, с кем соперничал и как одолел? Я, когда выходил на старт, я никого не знал, потому что это был первый выезд за границу. Сейчас 17-летнему спортсмену необходимо сдать хвосты по учебе. Олег учится в 11 классе и даже претендует на серебряную медаль. А в марте биатлонист отправится на первенство России, которое пройдет в Кирово-Чепецке. В их семье даже ревность здоровая. Мы продолжаем серию репортажей ко Дню всех влюбленных. Сегодня рассказываем о выдающейся паре спортсменов. Он прославленный дзюдоист, она мастер спорта по художественной гимнастике. Как уживаются грации и силы в их семье, расскажет Валентина Аскерова. Ну что, что, что происходит? Ну, тут ухаживает за мной все время. Чтобы я была в кадре лучше него. Лучше меня никого не может. Вот уже почти 7 лет призер Олимпийских игр под дзюдо Иван Нифонтов сдувает пылинки со своей супруги Кристины. Познакомились на свадьбе у друга, встретились взглядами и сразу влюбились. И вот он звонит мне и говорит, а у вас здравствуйте, Кристина Владимировна. Я говорю, здравствуйте, а я на работе была. Не хотите покататься на уши? Нет. И говорит, я бы хотела к вам своего ребенка записать. Я говорю, ну хорошо, я до семи не работаю, приходите, ну я посмотрю. И все. Ну, так я думаю, ну никто не пришел. Ну ладно, никто не пришел. Ну и выхожу, он вот мне фарами там моргает. Он титулованный дзюдоист, она мастер спорта по художественной гимнастике. В одном силой жесткость, в другой грации красота. Они такие разные, но при этом очень похожие. Один начинает, фразу другой подхватывает. Две такие родственные души, что мы одно целое, вот, и, не знаю, наверное, все объединяет, в принципе. Вот это и есть. То есть, как бы, знаете, у нас нет, там, есть много пар, на самом деле, которые говорят, блин, скорее бы там от жены отдохнуть, или от мужа, там, с подругой. Ну вот какие-то такие вещи. У нас как бы такого нет, нам классно все вместе делать, хоть что. Россия! Россия! Чемпионат по футболу, романтический или активный отдых. Театр, как только у пары появляется свободная минутка, посвящают друг другу. Чувство ревности, оно должно присутствовать, потому что, как ты, конечно, безразличное. Ну и здоровый такой, не фанатизм какой-то. Не нутеофобия, ты. Ой, как? Тоже пошел? Давай, сиди! Давай, 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 давай! Ой, молодца! У пары двое сыновей. Старший уже занимается гимнастикой. Есть у Кристины Ивана еще одно детища – спортивный клуб, где два профессионала объединились, чтобы готовить выдающихся гимнасток и дзюдоистов. Ведь все в жизни не фанатовы делают вместе и с любовью. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!